Далее коротко о некоторых других событиях в нашей постоянной рубрике «Дайджест». Водитель отечественной «семерки» решился на опасный маневр в месте, обозначенном знаком «Обгон запрещен» и тут же поплатился за это. Инцидент попал в кадр камеры автомобильного регистратора. В ролике можно увидеть, как водитель легковушки идет на обгон. При этом очевидно, что скорость транспортного средства значительно превышает разрешенную на этом участке. Здесь висит знак, запрещающий двигаться быстрее, чем со скоростью 30 км в час. Опасный маневр не удался, и отечественная легковушка врезается в препятствие. В ту же секунду ее разворачивает на 180 градусов. К счастью, никто из других участников движения не пострадал, а горе-водитель отделался ушибами и ссадинами. Кунгурики обеспокоены, над городом стоит странный гол. Оказывается, в Пермском крае началось совместное учение авиации и войск противозащитной обороны Центрального военного округа, сообщили в Уралнфомбюро в пресс-службе Центрального военного округа. В Прикамье перебазированы истребители-перехватчики МиГ-31 и фронтовые бомбардировщики Су-24 авиаполков, диссоцированных на Урале и в Западной Сибири. Поднятые по учебной тревоге летчики отрабатывают отражение массированного авиаудара условного противника. Одна из задач – прикрыть бомбардировщики от атаки вражеских истребителей. В учениях, которые продлятся месяц, задействованы 26 экипажей и 16 единиц авиатехники. Затем истребители перебазируются на аэродром Домна в Забайкальском крае, где проведут тренировочные пуски неуправляемых ракет по наземным целям, сообщает интернет-портал СВИП Кунгур. 27 августа, в день российского кино, в Кунгуре состоятся бесплатные киносеансы. Дворец культуры «Мечта» приглашает на просмотры отечественных фильмов для детей и взрослых. В 12 часов состоится показ мультфильма для детей «Смешарики. Легенда о золотом драконе». В 14 часов мультфильм «Волки и овцы. Безумное превращение». С 16 часов начнется кинопоказ для взрослых. В публике будет показан фильм «Полное превращение», а в 18 часов состоится кинопоказ художественного фильма «Экипаж». В Прикаме заводчане прикормили дикую лису. Необычный питомец появился на одном из предприятий в Березниках. Рыжего зверя заметил сотрудник. Он-то и принес лисе угощение и снял лесного гостя на камеру мобильного телефона. Звер в течение нескольких минут что-то ел на газоне, а затем подошел поблагодарить. Впрочем, общение длилось недолго, и скоро рыжихвостый посетитель вернулся в лес.